Договоренности в Минске, новая компания, управляющая газотранспортной системой Украины и российский долг в 3 миллиарда долларов. Подробности новых газовых соглашений сообщили на брифинге в офисе президента, исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко и министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель. Их слышала и корреспондентка ЮЭТВ Юлия Крючкова, она сейчас на связи со студией. Юля, какими будут условия нового газового контракта? Здравствуй, Татьяна. Наконец-то договорились о двух ключевых показателях. Это срок нового контракта и гарантированные объемы транспортировки. Россия настаивала на продлении старого контракта на один год для того, чтобы успеть достроить обходные пути транспортировки газа в Европу. А вот Украина хотела контракта на 10 лет. В итоге сошлись на среднем варианте. Это пятилетний контракт с возможностью его продления еще на 10 лет. Также для Украины был важен объем транзита. Украина настаивала на объеме минимум 60 миллиардов кубометров в год. В итоге сошлись опять же на среднем решении. Это 65 миллиардов кубометров будет транспортироваться через Украину в Европу в 2020 году. И в следующие 4 года минимальный объем будет составлять 40 миллиардов кубометров в год. Кроме того, в пакетных соглашениях речь идет о делах между Нафтогазом и Газпромом в международных арбитражах. Новые иски по этим договоренностям ни одна из сторон не может подавать. А вот по текущим Россия будет оплачивать в полном объеме. Давайте послушаем подробнее, что рассказали представители украинской стороны. Что очень важно, транзит будет. Что очень важно, сумма, зафиксированная в решении стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. Украина, непосредственно компания Нафтогаз, получит 2,9 миллиарда. Транзит на 5 лет с возможностью пролонгации на тех же условиях еще на следующие 10 лет. По европейским правилам будет возможность для всех сторон, включая Газпром и европейские компании, бронировать мощности украинской ГТС на год, месяц, квартал, даже на сутки. И таким образом интегрировать украинский рынок в европейский еще сильнее. Стоит отметить, что эти соглашения политические, далее компании, которые являются сторонами этих переговоров, это Нафтогаз, Газпром и европейские компании, которые будут задействованы в транзите газа, должны подписать именно контракт, в котором будут уже прописываться четкие условия, и будет просчитана цена. Из-за того, что гарантированный объем поставок меньше 60 кубометров, цена будет немного выше, но она будет просчитываться по европейской формуле, по европейским условиям. Этот договор должен быть подписан до 29 декабря, для того, чтобы уже с 1 января транзит газа через Украину из России в Европу проходил по новым условиям, по новому контракту. Передаю слово тебе, коллега. Спасибо, коллега. Это Юлия Крючкова с пресс-конференции в Киеве, где обсудили подробности нового газового договора.